По просьбе телезрителей меня попросили показать овсяные отруби, которые я покупаю в Турции. Ну, наверное, человек хочет себе тоже купить. Вот внимательно смотрите. Оранжевая полоска снизу это овсяные отруби, пакет. Синяя полоска снизу это пророщенные ростки пшеницы. Вот показываю. А вот теперь показываю хлеб. Люда попросила показать еще и хлеб, который я покупаю здесь. Нашла такой более-менее приемлемый для меня хлеб. Позволяю себе не каждый день, нет. Но какую-то намазку я хочу сделать для себя. Значит, вот этот пакет, это ржаной и гречневый хлеб. Людочка, смотри, ржаной и гречневый хлеб. Рядышком пакет пшеничный. Это цельнозерновая мука, хлеб на закваске. Ну, как мне перевел переводчик. Покупаю в Турции в 101-м магазине. Так и называется 101-й. Все, просьбу Вашу выполнила. Отруби и пророщенные ростки пшеницы только в супермаркете Мигрос. Как же мне нравится процесс похудения и процесс удержания веса. У меня сегодня оладушки из отрубей, из яблочек. Украшены кисломолочным продуктом. Любым. У кого-то сметанка, у кого-то ряженка, у кого-то йогурт. У кого-то простокваша. У меня киви, у кого-то любая ягодка, любые фрукты. Пожалуйста, на здоровье. Худеем, стройнеем, удерживаем вес вкусно и сытно. Всем приятного аппетита. Кто со мной? Ссылочку на видео оладушки из яблочек и отрубей оставлю в комментариях. Готовьте. Здоровенькие булы. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт привет, мои хорошие. Я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. Будем с вами общаться. Наш формат – это похудение. У нас очень получается худеть, стройнеть. Наш формат – это удержание веса, чем я сейчас и занимаюсь. Кстати, мне очень нравится процесс удержания веса. Очень нравится. Движение – это удержание веса, да? Питание. Какое же питание у меня вкусное, красивое. Насыщает меня питание. То есть мне очень нравится процесс удержания веса. Наш формат – это еще мотивация. Наши комментарии люди мотивируют, развивают нас. Мы советуем друг другу. Мы рассказываем друг другу, да? Как люди собой занимаются в других странах. Интересно же, правда? Пишите, люди, рассказывайте. Это очень познавательно. Мы узнаем из первых уст. Это классно как. Наш формат – это еще оздоровление. Мы немножко затрагиваем тему, да не немножко добряче. Здоровье. Но похудение – это же здоровье, правда? Мы концентрируем внимание конкретно на каком-то продукте. Наш продукт – вот этот продукт. Это яйца. Ешьте яйца худеющие. Кто хочет оздоровиться, яйца ешьте. Правда? Концентрируем внимание. Делаем акцент. Конкретно на яйце. Кажется, небольшое яйцо, да? Яйцеклеточка такая небольшая, да? Это эмбрион, это зародыш, это тело. Вот мы съедаем яйцо вот такого небольшого размера, да? В этом яйце есть все, чтобы построилось тело. И головка, и цыпленка, и крылышки, и ножки, и ручки, да? Все есть. Это же такая классная яйцеклетка. Мы съедаем, и у нас восстанавливаются в таком размере наши железы, наши клетки. Миллионы клеток умирает за сутки, да? Миллионам нужно родиться. Из чего они будут рождаться? Из рафинированной каши, из рафинированного какого-то продукта? Нет. Нам нужна яйцеклетка. Поэтому мы еще с вами говорим о продуктах. Уходим от углеводов плохих. Минимизируем их. Ну, 20% для себя, любимой, позволяем недельку. Остальное все для развития тела. То есть мы об этом с вами говорим. Оговариваем все процессы питания. Оздоровление. Это наше здоровье. Наше питание, это наш иммунитет. Все об этом знаете, правда? Будете хорошо питаться, никакая зараза не пристанет. Будут хорошего качества белки у вас. Кстати, у нас у всех дефицит по белку. Дефицит у всех. У всех, у всех. У нас сейчас не тот белок, не те яйца, не то мясо, правда? Поэтому надо искать выход. Но нужно пополнять организм конкретно белком. То есть это наш иммунитет. Сильный человек, он все переносит лучше. Все. Полет в самолете, он перенесет легче, чем тот, который сидит на травке-муравке. Я вегетарианец. Там сразу после полета биохимия будет у этого человека слабее, другая совсем. То есть продукты – это иммунитет, это эндокринная система наша. Продукты – это что еще? Это репродуктивная система наша. Продукты здоровья – это что еще? Это состояние нашей крови. Нашей крови. Сделайте расклад крови вегетарианца и человека, который ест правильные жиры, правильные белки, фрукты, овощи. Кровь проверьте у этого человека. Сравните, сравните. То есть мы с вами еще затрагиваем тему здоровья. Это классно. Ну и комментарии нам дают темы. Мы подсказываем, рассказываем. Это тоже очень даже хорошо. Нас всех развивает. Это классно, правда? Люди пишут от всей души. Пару слов о себе. Я каждый день занимаюсь физически над собой. Я каждый день занимаюсь. У нас сейчас дожди, поэтому я подбираю момент. Не получается сейчас снимать, потому что мрячка, постоянно мрячка идет. Я каждый день выполняю свои упражнения. Это помогает очень и странить, и удерживать вес. Люди, запоминайте движение, будете двигаться так усиленно, хорошо. Вам поможет это странить. И не только странить. У вас будет хорошая форма тела. Жир будет уходить постепенно, не сразу. Это год-два может быть. Это же не полгода, люди. Это не полгода. Это все должно устаканиться. Жиры уходят. Форма меняется тела. Сразу фигурка, сразу личико появляется. То есть это классно. Двигайтесь обязательно. Тарелки тоже показываю. Мои хорошие, у меня не получается здесь так готовить, как в Киеве. Не получается. Нету моих сковородок, нету моих форм, нету каких-то моих продуктов. Ну, как-то мне здесь не в своей тарелке. Я готовлю, иду. То я какие-то ой, милочки себе тушу, одену. Я же для себя все сама делаю. Вот вчера я делаю, показывала, сел свою кашу из-за трубе. Да, киви там были, кожура. Альбы, да, протушены. Люди, я так наелась. Вот эти два хлебца. Хлебец тоже покупаю. Более-менее нормальный здесь, да. Ну, такой вот. Это лучшее, что я могу купить. Как хлеб, да, как углевод. Но иногда хочется. То есть я съела вот эти два хлебца, красная рыбка. Все. Я объелась и наелась. В пять часов вечера я есть не хотела. Начало шестого, то есть начало семнадцать с чем-то. Меня так немножко, думаю, ну, что бы мне съесть? Потому что нужно что-то съесть. Вот вроде бы хочу что-то и не хочу. Я налила чашечку красного айрана и доела вот эти корочки. Все. Все. Больше я ничего не ела. Второй прием пищи, чашка айрана и протушенные вот эти корочки айвы. Ну, там сколько. Ну, столовая ложка полная, допустим. Все, я доела их. Все. Вот. Я вам рассказала о своем питании. Поэтому делайте выводы. Мне очень легко удерживать вес. Самое главное, чтобы пища ваша вас насыщала. Не просто я поела пустоту какую-то, да. Вот я поела. Надо думать, вы насытитесь на четыре-пять часов или нет. Значит, не ешьте ее, если только на два часа потянете на этой еде. Нет, не ешьте. Вы себе поджарите два яйца или сварите? Большую миску салата сделайте. Налопайтесь этого салатика. Вы должны насытиться, да. Салат можете еще посыпать отрубями. Это плотность будет. То есть придумывайте. Одну кашу не ешьте никогда, вот кашу из отрубей. Дополняйте ее яйцами, салатом, намазками. Вы четыре-пять часов не будете хотеть ест. Четыре-пять часов не будет выделяться инсулин. А инсулин – это гормон аппетита и жирозапасающий гормон. Вы понимаете, как классно? Самое главное правило для стройнеющего, худеющего и того, кто хочет удерживать вес – это насыщение на 4-5 часов. Так, об этом напомнила, да? Мои хорошие, двигаюсь обязательно. Обязательно для меня движение – это жизнь. Я не хочу быть рыхлой. Я не хочу быть вот такой вот тетей обремененной кухней. Нужно уметь затягивать время, да. Мой папочка женился второй раз в 64 года. Затягивайте время. У меня была подписчица, она мне раньше писала, Балюшинка. В 76 лет познакомилась по интернету с мужчиной и начала к нему ездить в Германию. И она всем советовала. Как плохо, когда не знаешь языка. Люди, учите языки. Знакомьтесь. В 76 лет познакомилась по интернету с мужиком и начала к нему ездить в Германию. Потом модная болезнь, это все прекратила. Валя так и писала. Вот так. Поэтому в любом возрасте стройнейте, худейте, держите вес, оздоравливайте себя. Мы живем. Вот мы с вами живем. Ну хорошо, давайте сейчас почитаем комментарии. Вот такие комментарии читаем. Сегодня написала мне Динара, Рогинова Динара, если прочитала правильную фамилию. Добрый день, Татьяна. Подскажите, пожалуйста, у меня витамин Д 35, ну то есть очень низкий. Тридцатка – это только защита от рахита. Тридцатка – это только защита от рахита. Тридцать пять. Мне мой врач сказала не принимать ничего. Вы так и бачули, а? Я думаю, что надо принимать. Скажите, пожалуйста, сколько мне нужно капель и какую дозу? Бедные люди, а? Мой врач сказала не принимать ничего. У человека на нуле 35, ну это вообще ничто, да? Родной витамин Д не принимать. Почему так этот доктор, медик вот этот, советует, да? Он не соображает? Ну хотя бы в интернете пошарился этот доктор. Пошариться нужно в интернете. Послушать что-то, а? Есть же какие-то умные люди, да? Динарочка, я напишу вам, что вам нужно посмотреть, какого специалиста. Конкретно, по дозе, по вашему анализу. Вы поняли? Вы послушайте специалиста. Все. Я вам напишу. Ждите комментарий, обязательно напишу. Кого нужно посмотреть. Обязательно витамин Д принимаем. Обязательно. Написала комментарий, Таня, 18 часов назад. Таня, прошу вас рассказать нашему сообществу о семенах льна и о кунжуте. Пожалуйста. Люди, сейчас есть гугл, можно посмотреть, да? Но там же распишут, как это полезно, как же это классно. Растительные продукты, да? Растительная форма. Сейчас просто преподнесли на пьедестал просто, да, растительную форму продуктов. Никогда растительная форма, кунжут и семя льна не заменит животную форму, да? Вот скажут, семя льна, да, омега-3. Что вы, это омега-3. Какая форма омега-3? Растительная, да? Ненасыщенные жирные кислоты. Это настоящая рыба. Селедка. Вот селедка жирная. Вот это форма-3. Вот это. А не растительная форма, да? Форма-3, да? Это совсем другое. Совсем другая форма. Нужно об этом не забывать. Там есть тоже какие-то противопоказания. Находите, не только за, находите еще против. Когда мы употребляем с вами семя льна и кунжута, мы должны эти семечки перемолоть на кофемолку, потому что они очень маленькие. И зубами нам не получится проживать все семечки. Не получится. Вот. Мы их глотаем, и они у нас выходят транзитом. Они никакого эффекта не будут делать, да? Ну так, какая-то клетчатка там и все, да? А нам же еще что-то хочется получить от них, какие-то минералы, да? Семя льна, мы живем в таких широтах, что нам нужны даже больше животных жиры, чем, допустим, масло семени льна, да? Оно очень быстро окисляется, оно очень быстро горчит. Это доказано вообще, доказано. Нам нужны больше животные правильные жиры, чем семя льна, масло семени льна. Многие вот, ой, семя льна я куплю, не покупайте проб, оно горчит, оно окисляется. Только открываете бутылочку, масло окислено, все. Ну, на пьедестал на какой-то ставить не нужно. Питайтесь нормально, дополняйте свой рацион и должны быть у нас продукты животного происхождения, обязательно продукты растительного происхождения, обязательно, да? Кунжут, кунжут. Ну, для нас кунжут сразу это что? Сразу мы, ой, это ж так полезно, кунжут, это кальций. Никогда растительная форма не заменит животную форму по кальцию, никогда. Не будем есть животные жиры, кальций вообще усваиваться не будет. Для кальция нужны жиры еще. Потом кунжут, да? Кунжут есть разный, да? Вот неочищенный кунжут, допустим, на 100 грамм кунжута, на 100 грамм неочищенного кунжута идет 100 миллиграмм кальция. Ой, не 100, а 1000, прошу прощения, да, 1000, 1000. Дневная норма для женщины 1200 миллиграмм. Неочищенный кунжут на 100 грамм. На 100 грамм, вы подумайте только. 1000 миллиграмм кальция. 100 грамм цепи ведра. Он же легкий, он невесомый, он воздушный. Вы вообще понимаете, сколько нужно съесть кунжута, даже неочищенного, чтобы получить дневную норму кальция? Это же ведро получается, да? Так, дальше. Белый кунжут, который мы используем на вырепечку. И так вот там помолк делаем, да? И я это делала. Это вообще ноль по кальцию. Там на 100 грамм, 100 грамм кунжута, вы взвесьте, посмотрите, это будет вот такая мыска кунжута. Мы же не съедим столько в жизни. На 100 грамм очищенного кунжута идет 60 миллиграмм кальция. Дневная норма 1200. Вот для сравнения, да? Берем 100 грамм кураги. 100 грамм кураги съели? Можно съесть 100 грамм? Да, просто она тяжелая. Это 160 миллиграмм кальция, да? Выпили 100 грамм кефира. 100 грамм кефира, 120 грамм миллиграмм кальция, да? Ну, то есть наливаете полноценный стаканчик кефира, это 250 миллиграмм кальция. Ну, то есть нормально, правда? Чтобы получить такое количество кальция, как из кефира, нужно съесть 400 с чем-то грамм, получается так, если посчитать, кунжута. Боже, это же просто же 400 грамм кунжута, это же, о, это же витро просто. Мы можем съесть 50 грамм сыра хорошего, адыгейского, и мы получим на 50 граммах сыра адыгейского 250 миллиграмм кальция. Кунжут очень калорийный. 100 грамм кунжута, ну, мы не съедаем 100 грамм, понятно, 560 калорий. Это масла, это жиры даже скорее. Поэтому ставку на кунжут, как на кальций, делать не нужно. Выпейте стаканчик кисломолочного продукта, съешьте кусочек сыра, съешьте несколько штук кураги, съешьте, допустим, пару столовых чайных ложек кунжута того же, да, все. Ну, то есть на одном кунжуте, как кальций, мы не подтянем. Об этом я сказала, поэтому нужно запомнить, никогда растительная форма не превзойдет по своим биологическим и пищевым ценностям животную форму. Так, на вопрос я ответила. Написала комментарий Елена Гофман. Леночка, читаем ваш комментарий. Татьяна, вам браво, браво, браво. Насчет докторов скажу, как Ильф и Петру. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Только так. Я это поняла после 30 лет стажа в очень известном американском госпитале. А раньше верила, что доктора все правильно назначают и что лекарства – это правильный подход. Сегодня полностью поменял взгляд на современную медицину. Докторов тренируют в ключе, многоточие – это бизнес. Маны-маны. Подтверждение Елены Гофман, я так понимаю, из Америки. Вот вам и факты, мои хорошие. Так что, как сказала наша уважаемая Людмила Хитяева, мы себе сами и доктора, и премьер-министры. Комментарий написала Татьяна Ищенко. Смотрю канал Светланы Гуинди, и вот она рассказывает, что все в основном вегетарианцы. Все в основном вегетарианцы. Особенно бедные люди. Зато основное заболевание – диабет. И сама говорит, что они едят много риса, чечевицы, гороха. Вообще нет животных жиров. Муж ее индус высшей касты. Вывозит их в город, чтобы поесть шашлыком и другой мясной жирной пищи. Вот такой комментарий. Но это действительно правильно. Поэтому ставить в приоритет растительную пищу, растительный белок, ни в коем случае нельзя, люди. Чем полнее функционируют белки, полнее функционируют животные белки, тем лучше функционируют полностью все наши системы. Это иммунная система, эндокринная система, центральная нервная система. Кровь наша совсем будет другая, если будет у нас на первом месте, доминировать будет конкретно животный белок. У нас кровь будет другая, а кровь – это все. Если мы перейдем с вами конкретно на растительные белки, больше будем употреблять, да? Ну все, у нас кровь будет иметь совсем другую биохимию, будет другая биохимия у нас, чем кровь человека, который употребляет животные белки. Будет отличие. Если только белок растительный доминирует, да, все, я ем бобовые, я ем чечевицу, я ем сою, я ем горох, конкретно будет у нас дефицит по белку автоматически. Автоматически по белку будет дефицит. Ну все равно люди вот некоторых доказывают, вот больше нужно все-таки растительных белков, растительной пищи, да, вегетарианцы, ну пусть едят как хотят. Вот если человек хочет по стране, нельзя урезать себе животный белок, нельзя. Наш кишечник, он организован по типу хищника. Мы с вами не травоядные. Кишечник рассчитан на перерабатывание конкретной белка. У нас нету в кишечнике ферментов, которые будут перерабатывать целлюлозу. Кролики, да, коровы жуют, жуют долго. Что они делают? Почему они не глотают, а жуют? Потому что им нужно переработать целлюлозную мембрану растительных клеток. У животных совсем другой кишечник. Сидеть на фруктах, кто-то скажет, ой, так полезно, там вот авокадо, едем еще какие-то, авокады, манги. Усваиваются даже у самих бразильцев авокадо на 72%. У нас авокадо усваивается на 7-9%. То есть субтропические какие-то фрукты – это вообще не наша еда. Вообще. Ну то есть нельзя отказываться нам, людям, от белка животного, от жиров животных. Худеющим ни в коем случае это делать нельзя. Достаточно перейти на вегетарианскую пищу, и можно получить отрицательный результат по сосудам. Вегетарианская пища и отрицательный результат по сосудам. Нельзя быть вегетарианцем. Мы не травоядные. Мы же классические хищники. Мы не цветочки. Мы гепарды. У нас с вами должно быть 20 аминокислот. 10 мы создаем сами, а 10 мы должны получить, поедая, поедая себе подобных. Кров, козочек, курочек, кроликов. Если будете питаться неправильно, если будет не хватать полезных веществ, то строительство не будет идти нормально, строительство нашего организма. Животного белка нет, вот люди не употребляют животного белка, да? Нужно следить обязательно конкретно за растительным белком. Там должен быть процент. Обязательно соя, обязательно чечевица и обязательно бобы. Не так что. Я не ем животного белка, я худею без животного белка. Но я ем бобы. Или я ем иногда чечевицу, иногда бобы. На первом месте соя. Соя, чечевица и бобовые. Ну, а вообще, кто не употребляет животного белка, это просто преступление, издевательство над собой. Неупотребляем животных жиров, животного белка. Что происходит у нас в организме? Конкретно сосудами. Вегетарианство – это удар по сосудам. Эндотелий начинает плохо делиться. Образуются дырки, дырки, дырки. Кровь начинает срывать устаревший эндотелий. Эта дырка, она, конечно, будет заклеена. Трамбоцитами. Есть такие специальные клеточки, которые все дырки заклеивают. Все бы было неплохо, в принципе, если бы не липопротеиды низкой плотности. Вот они-то и проникают между тромбоцитами, и там разлагаются на протеин, на протеин и жир. А жир превращается потом в холестерин. Ставят на пьедестал. Растительную пищу ни в коем случае нельзя. Только животный белок и животные жиры хорошего качества. Мои хорошие, худеем с вами только с умом. У нас обязательно доминирует животный белок. У нас обязательно должен быть жир. Животные жиры должны быть правильные, правильные. То есть у нас должны быть хорошие продукты. У нас обязательно должны быть углеводы. Углеводы не убираются. Диетологическая тренога, напоминаю. Но там далеко, далеко, там за спиной. Будем оглядываться, там далеко увидим углеводы. Они должны быть, но в минимальном количестве. Мои хорошие, худеть очень легко. Все перед носом. Логически с вами думаем. Питание это основное. Это и похудение, и удержание веса, и оздоровление. Ну вот мы с вами сегодня и пообщались. Я хочу поблагодарить всех вас за просмотр моих видео. Я благодарна всем вам за комментарии, за общение. Обязательно пишите. Всем большое спасибо за общение. И конечно, благодарю всех за лайки. Мои хорошие, я желаю всем Божьего чуда. Я желаю каждому Божьей помощи, каждому ангела-хранителя. Любите себя. Любите себя. Обращайте на себя внимание. Ведь мы сами себе и доктора, и премьер-министры. До встречи. Дальше будет. Продолжение следует. Продолжение следует.